доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити наши уважаемые контрагенты удивительным образом сегодняшнее видео но и для специалистов психологов психофизиологов и для не специалистов для наших контрагентов для тех организаций и предприятий для которых мы работаем которым помогаем в кадровом вопросе решение вопроса профессиональной надежности и функциональной адаптации работников этих предприятий на данный момент вы видите перед собой на своих экранах файл создан он в powerpoint и собственно речь пойдет вот о чем в центре экрана вы видите такая вот запись лаборатория психологического обеспечения а здесь собственно условно утрированно министерство здравоохранения фмба российской федерации и министерство атомной промышленности росатом твелл соответственно эти две организации поскольку речь идет о лаборатории психологического обеспечения они не конкурируют между собой в этом вопросе но периодически пытаются как-то перетягивать одеяло на себя в основе всего этого слайда если вы помните лежит конечно чернобыльская катастрофа 8 6 год и и соответственно первой лаборатории появились которые были призваны следить за тем как обстоят дела у работников предприятия не с позиции и давление зрения и так далее как это происходило до этого а именно с позиции психологии и в каком-то процентном соотношении психофизиологии соответственно заинтересованы были в этих лабораториях прежде всего атомные станции на тот момент их было 10 в ссср в то время еще в дальнейшем российской федерации ну и соответственно министерство атомной промышленности будем так говорить условно взял взял под свое крыло вот эти самые лаборатории то есть эти лаборатории психофизиологического обеспечения они возникли на атомных предприятиях в дальнейшем появилась такая структура как ростех надзор замечательно уважаемая структура которая занимается тем что контролирует различные сферы деятельности промышленной безопасности атомной экологической отчасти и так далее и так далее и так далее по сути говоря вот эта структура она определяет на данный момент 2016 году все до этого было много много событий касательно лаборатории психологического обеспечения и как министерство здравоохранения так и министерство атомной промышленности появился ростех надзор на данный момент существует регламент ростех надзора за номером 721 и он действительно подразумевает что помимо медицинских освидетельствований работники потенциально опасных производств прежде всего атомных их много открою небольшой секрет их около 500 чуть более 500 российской федерации так и помимо как я уже сказал медицинских освидетельствований работники потенциально опасных производств должны проходить психофизиологические обследования что сделано за этот период совместно этими двумя министерствами 532 приказ он действующий возник он и издан в 2002 году и он определяет направление деятельности цели задачи функции лаборатории психологического обеспечения это то что объединяет эти два ведомства и даже на титульном листе этого приказа когда он был утвержден там четыре печати две из них министерство здравоохранения на тот момент ими минатома российской федерации этот приказ действует а кроме того в недрах значит минздрава и министерство атомной промышленности появился приказ номер 233 который определяет кто должен проходить данные медицинские освидетельствования и психофизиологические обследования эти приказы и 532 и 233 вы можете легко найти на нашем сайте и что же было дальше а дальше прошло время если быть точным прошло порядка 11 лет и начались подвижки уже со стороны рост технадзора рост технадзор сейчас на данный момент берет многие эти функции на себя ну и своим основным вот этим приказом будем так говорить 721 регламентом он определяет вообще существование лаборатории психологического обеспечения и говорит о том это буквально цитата из этого приказа что предприятие имеющие своей структуре потенциально опасные виды работ которые проводят люди должности соответственно имеют потенциально опасным относятся они соответственно должны проходить психофизиологическое обследование и рост технадзор при лицензировании деятельности предприятий он требует цитата оригинал справки из лаборатории психофизиологического обеспечения приказ 721 рост технадзора вы также можете взять у нас на сайте и так здесь несколько забегая вперед появился вот такой рисунок я к нему еще обязательно вернусь пока просто вот посмотрите на него что же было дальше следующий слайд что такое психофизиологии что такое специалисты психологи психофизиологи и тому подобное значит психологов у нас готовят в университетах медицинских психологов готовят медицинской академии это пять лет это тоже пять лет соответственно после окончания университета психолог по диплому может пройти повышение квалификации или переподготовку длительностью составляет четыре месяца то есть он пять лет занимался психологией затем четыре месяца он обучается и соответственно в этом же своем альма-матер в университете может быть в другом не обязательно в альма-матер но тем не менее получает диплом о повышении переподготовки квалификации и становится медицинским психологом медицинская академия соответственно напрямую готовит медицинских психологов благо такие кафедры стали появляться реально стали появляться в крупных городах россии то есть в области медицины в медицинских учреждениях медицинских академиях появились кафедры медицинской психологии далее вот здесь такие стрелочки из университета психолог может остаться психологом и работать в области возрастной психологии спортивной психологии какой угодно их много а соответственно переподготовка приводит к тому что он становится психологом кроме того психолог может где-то поработать ну например в школе а затем опять же обратиться к университету пройти эту подготовку и в конечном итоге также стать медицинским психологом что же происходит затем медицинский психолог он основа основ он соответственно обратите внимание стрелочка куда ведет он может получить опять же через подготовку как правило это происходит нами в медицинских академиях опять же он может получить диплом психофизиолога ну или как часто говорят заниматься вопросами промышленной психофизиологии на практике что такое психолог это сто процентов психологии на практике психофизиолог получивший аттестат по медицинской психологии и переподготовку повышение квалификаций о промышленной психофизиологии Это на практике 70% психологии, такие методики как ММПИ, КТ, ЛУСК, патопсихологические, несомненно, вот этот большой блок методик. И затем, значит, он проучился и 30% это психофизиологии. Это такие методики, как отчасти, какие-то методики направлены на низшие психические функции ощущения восприятия, так и на высшие психические функции, опять же, концентрация внимания, таблицы Шульте, корректурная проба Бурдона, кольца Ландольта. Это методы исследования, я сейчас перечисляю. Простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект и ряд других. Вот, собственно, то, что на практике представляет из себя работу психофизиолога. То есть, во многом, это какие-то качественные и количественные психологические методики. И одновременно с этим он должен, как рыба в воде, плавать в области функциональных проб. Так будем говорить. РДО, ПЗМР, СЗМР и так далее. Что же дальше? Хочу подчеркнуть. Вот тот же самый слайд, первый, который я вам показывал. Картинка абсолютно одинаковая. Давайте к ней вернемся быстренько. Вот она, да? И, соответственно, ниже. Эта же самая картинка. Психолог, не психофизиолог. Это надо четко понимать. Все-таки это разное направление деятельности. Психологические обследования, не психофизиологические обследования. У них всегда, без исключения, разные цели, задачи и методы. Обследование просто психологом с оформлением каких-то результатов психофизиологических – это неправомочно. Просто психолог не может выдать заключение по психофизиологическим методикам. Он, как минимум, должен быть медицинским психологом, а в лучшем случае психофизиологом. Ну и самый главный вывод, о котором я хотел бы сказать. Хочу подчеркнуть, и это прежде всего для наших контрагентов, прежде всего, медицина никакого отношения к психофизиологии не имеет. Вот так вот, безапелляционно, напрямую, надо сказать, что это совершенно разные вещи. Медицина с ее исследованиями, с ее клиническими исследованиями, анализами и так далее, и так далее, и так далее, я сейчас говорю исключительно о диагностическом аспекте того и другого момента. Она абсолютно ни одним боком, ни каким моментом к медицинской психологии и тем более к психофизиологии не имеет. Медицинская психология, да, все-таки медицинские психологи находят себя в большинстве случаев где-то в клинике, в психиатрической, в наркологической и так далее. А психофизиолог, это не зря я уточнял, он занимается промышленной психофизиологией. Все-таки это другие, совершенно другие цели, задачи и методы. Ну вот все, пожалуй, о чем я сегодня хотел сказать. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Хотел бы дополнить, если у вас вдруг возникнет желание пообщаться, можно задать какие-то вопросы прямо под этим видео или написать мне на почту. Потому что вопрос, в общем-то, достаточно спорный, дискуссионный. Многое тут, на мой взгляд, с учетом 14-летнего опыта, вполне понятно, ясно и не подлежит сомнению. Но, может быть, коллеги или кто-то из наших контрагентов меня может поправить. На этом все. Всего хорошего и удачи!